МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал РОС-ТВ программа «Разные новости» – всё, что удивляет, развлекает и обнадёживает. В студии Мария Хайдина и Алексей Весёлкин. Сегодня в выпуске. Рой Первый и его княжество. Поле чудес с парадного и служебного входов. Самое пустынное место на земле. Отважный Блу. И межвидовая дружба. Ещё множество фактов и событий, о которых мы сами до этой программы не имели ни малейшего представления. Мы расскажем то, о чём другие промолчали. В далёком 1966 году отставной майор британской армии Пэдди Рой Бейтс самовольно завладел заброшенной военной платформой Рафстауэр, которая находилась за пределами британских территориальных вод. Объявил о создании суверенного государства Силанд и провозгласил себя князем Роем Первым. Во время Второй мировой войны англичане соорудили в море сеть платформ, на которых располагались войска ПВО. Все бетонные башни находились в территориальных водах Великобритании. Все, кроме одной форта Мансвелл, более известного под названием Рафстауэр – хулиганская башня. После войны башни срыли, а вот про хулиганский форт либо забыли, либо просто руки не дошли. Заняв этот нейтральный островок, 2 сентября 1967 года отставной майор Рой Бейтс провозгласил платформу суверенным государством – княжеством Силанд, а себя никем иным, как князем Роем Первым. Однако британские власти решили, что смех смехом о землю и имущество вернуть надо, и отправили к платформе военную экспедицию, дабы силой вернуть независимый Силанд под сень британской короны. Но отставного майора просто так не возьмешь. Вооружившись дробовиком, огнеметом и связкой гранат, князь Рой занял оборону. До кровопролития, слава богу, не дошло. Судья признал, что дело лежит вне британской юрисдикции, и оправдал Бейтса. Много чего еще было в истории страны. Например, два пуча. Да-да, не удивляйтесь. И на бетонной платформе случаются попытки государственных переворотов. С тех пор, хоть княжество так никто и не признал, у Силанда есть своя валюта, гимн, флаг и паспорта. Кстати, паспорт этого микрогосударства фигурировал в деле об убийстве итальянского кутерье Джани Версачи. В настоящее время князю Силанда в 85 живет он в Испании. В принципе, не прочь продать остров. Совсем недорого, всего за 65 миллионов фунтов стерлингов. Кстати, никому не надо. Александр Север, РАЗ-ТВ Вот уже более 20 лет в телеэфир выходит программа «Поле чудес». И, наверное, невозможно сосчитать, сколько человек приняло участие в ней, получили призы и подарили подарки ведущему. Но еще сложнее сосчитать тех, кто хотел принять участие в легендарной телевикторине, но так и не добился этого почетного права. Всем тем, для кого это так и осталось несбыточной мечтой, Ольга Армякова покажет «Поле чудес» с парадного и служебных входов. Оказавшись на программе «Поле чудес», действительно чувствуешь себя как в сказке. Здесь есть маг и волшебник Леонид Якубович, исполняющий все желания. И испытания в виде загаданного слова здесь тоже имеются. Но для того, чтобы все это так же радостно выглядело на экранах телевизоров, необходим большой подготовительный процесс. Начинается все с того, что с участниками «Капитал Шоу» проводят собрание, на котором объясняют, как крутить барабан, как передавать привет своим близким, ну и как не растеряться, увидев Леонида Якубовича. Чтобы во всей красе блистать на экранах, участников гримируют. Ну а дальше остается дело за малым — выйти со своей тройкой игроков и получить удовольствие от участия в этой программе. Я бы играл, очень рад этому. Еще хотел бы передать привет всем, кто меня уважает. Все пролетает в одно мгновение. И кажется, будто бы этого всего и не было. Такая вот загадочная страна — поле чудес. Ольга Армякова, Дмитрий Ермилов, телеканал РАЗ-ТВ. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. В американском штате Флорида количество живущих там аллигаторов не поддается учету. Порой складывается впечатление, что их там не меньше, чем людей. Несмотря на это, они редко осмеливаются приближаться к людям и тем более нападать на них. Хотя бывают исключения. Из года в год, изо дня в день, жительница Флориды Руф Гей выгуливала своего питомца по кличке Блу вдоль одного из многочисленных каналов Мексиканского залива, в которых, как известно, в изобилии водятся аллигаторы. Ничего не предвещало беды, но Руф поскользнулась на мокрой от дождя траве, упала и не смогла подняться. И в это время из воды показался голодный трехметровый аллигатор. В эту же минуту отважный пес громко залаял, пытаясь прогнать незваного и опасного гостя. Но хищник неумолимо приближался к беспомощной старушке. И тут отважный Блу набросился на аллигатора и стал кусать его за голову. Но тот быстро повернулся и сомкнул свои огромные челюсти над собакой и потянул его в воду, где пса ждала неминуемая смерть. Следующей жертвой должна была стать сама Руфи. Но обессиленный пес вцепился в аллигатора когтями и повредил хищнику глаз. Аллигатор разжал зубы и бросился на утек. Остров-призрак расположен в Восточно-Китайском море примерно в 15 километрах от Нагасаки. Его название Гунканджима или Хошима. Кому как нравится. Вначале это был только риф, но случайное открытие на нем угля кардинально изменило судьбу островка. Остров быстро заселился. Здесь бурно разбивалась угольная промышленность. 150 лет здесь кипела жизнь. И это был чуть ли не самый густонаселенный участок на Земле. 6 тысяч человек при радиусе самого островка около 1 километра. Но ресурсы имеют свойство заканчиваться. И в итоге все жители покинули остров. И когда-то оживленный островок превратился в город-призрак. Он выглядел, как будто бы все его жители вдруг исчезли за одну ночь. Географы в один голос называют остров Гунканджима самым пустынным местом на планете. И сейчас остров постепенно саморазрушается. Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. И сейчас коротко одной строкой о забавном, значительном и неординарном. Самый большой в мире пивной бокал стоит в ирландском пабе «Олд Дублинер». Двухметровая тара наполнена 430 галлонами темного пива. Сам же стеклянный гигант весит 405 килограмм, а с учетом налитого в него пива – 1247 килограммов. Самая маленькая деревня в мире – Монави, расположенная в штате Небраска. Здесь проживает всего лишь одна жительница – 77-летняя Элси Эйлер. Здесь она и хозяйка местной таверны, владелица библиотеки и, кроме того, местный мэр. Ныне в американских закусочных можно сыграть в русскую рулетку. Спешу успокоить зрителей, игра эта совершенно бескровна. Вместо револьвера, в барабане которого один патрон, используется блюдо для пиццы, но не простое, а игровое. На нем тоже нарисован барабан, в одной из комор, которого есть патрон. Сверху рисунок накрывается пиццей, надрезанной на шесть частей. А дальше все просто. Все берут по одному куску. Кто вытащит тот кусок, под которым барабан полон, тот и платит за пиццу и выпивку. Стоит тарелка 40 долларов, но возможность кинуть друга на денежки в честной игре – бесценно. Трамвай-сауна вызывает огромный интерес у жителей итальянского Милана и туристов. По мнению авторов идеи, после посещения сауны-трамвая жители города и туристы поймут, что общественный транспорт – это не всегда разочарование, а порой и место, где можно хорошо расслабиться и отдохнуть. Знаменитый дом шампанских вин «Вдова Клико» изобрел инновационный способ охлаждения шипучего напитка. Дизайнеры французской марки представили уникальную модель мини-холодильника для шампанского. Специальная коробка, рассчитанная на стандартную бутылку, создана из термопластика, сохраняющим шампанское охлажденном в течение двух часов. В ходе операции по поимке банды наркоторговцев полиция американского штата Джорджия освободила льва по кличке Лео, тигра Шерхана и медведя Балу. После освобождения узников перевезли в Центр спасения животных «Ноев Ковчег», сотрудники которого так и не решили сразлучать малышей. Межвидовая дружба в рубрике «Без комментариев». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Из сегодняшней программы вы узнали, кто такой князь Рой Первый. Может ли собака победить аллигатора? Каково самое пустынное место на Земле? И помните, покуда на белом свете хоть одному человеку будет интересно жить, разные новости будут в эфире. Всего доброго! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова